Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По крайней мере, в профессии не допускает компромиссов ни малейших. Актер огромный и человек тоже удивительно отзывчивый, сострадательный, глубокий. Понимаете, вот этот образ рубахи парня, спартаковского болельщика, чуть ли не лкаша местного, он совершенно не соответствовал реальности. Ефремов, который ставил драматургию Платонова, чьим любимым поэтом был Рильке, и он, кстати, его и читал при поступлении, а Рильке очень трудный для актерского чтения поэт. Ефремов, который мечтал, я уверен, поставить еще фильм по зависти Олеши, и который с Кавалеровым всегда себя отрождествлял. Ефремов мне как-то сказал, пьем мы ради похмелья, ради трезвого взгляда на себя. И его взгляд на себя был таким карающим, таким жестоким. Я не говорю о его даре перевоплощения, о счастливых годах работы с ним, правданными поэтами. Нужно было, чтобы эта система до предела скомпрометировала себя, чтобы люди, так охотно обвинявшие Ефремова, задумались о истинной степени его вины, ну и о подстроенности всей этой трагической коллизии. Ефремов был идеальным сыном, замечательным мужем и остается им замечательным отцом своим детям, сильным режиссером и прекрасным театральным педагогом, ну и близким моим другом-человеком, которому я мог о себе сказать все. Я уверен, что мы увидимся, увидимся скоро, и уверен, что мы выйдем еще на сцену одну, не один раз. И сильно подозреваю, что первый концерт гражданина поэта после освобождения Ефремова и Бог даст освобождение России будет в Москве на какой-нибудь весьма престижной площадке. Было бы обидно, если бы он произошел за границей. Хочется, чтобы он произошел где-нибудь в так называемом дворце съездов. Я часто шучу на эту тему, но на самом деле я серьезно возлагаю надежды именно на такой вариант ренессанса. Все же, что нам передают сейчас о Ефремове, якобы он там кого-то поддержал, о чем-то высказался в государственном духе и так далее, пока от него не услышу, не поверю ничему. Ну, давайте помнить, что человек, находящийся в российской тюрьме, не имеет никаких прав, никакой защиты и вынужден выживать только за счет своего физического и морального ресурса. Я Ефремову горячо желаю скорейшего освобождения, новых блистательных работ и очень люблю этого человека. Субтитры создавал DimaTorzok